У меня не было никогда кабинета, публика нихера не понимает. Каждый в душе сидвишется, а на деле оси в каждом. Щедрость — это, ну, одна из, наверное, наших сексуально-притягательных черт. Фредди Крюгер — бешеный мясник. Настоящий — это за два ворта? Да. Орден мазки на третьей степени. Вам включить музыку с модного крикового? Все здесь будем. Татлер пришел к нам домой. Мы у нас дома находимся. Офиса у нас нет, а у Татлера нет дома, поэтому мы нашли здесь, на кухне. Мы находимся рядом с Бромтонским кладбищем. Вынужденный временный рабочий стол, если можно так сказать. Ноутбук темного цвета. Это как в протоколе об изъятии. Изъят ноутбук темного цвета иностранного производства. У меня не было никогда кабинета, я надеюсь, никогда не будет. Все мои работы — это разговоры. Я прошу помощницей по терапии этого, напиши этого, когда будет это. Моего партнера обсуждаем какие-то юридические мелкие вопросы. Не совру, если интегральное это, блин, час-двадцать в сутки. Я торгую вином. Вот я проверяю компьютер, чтобы просто посмотреть, чем наторговали, сколько там была изначальная цена, где сейчас, куда это движется, какие объемы. Просто чтобы чуть-чуть лучше понимать, где ты находишься. А «Одиссей против хорьков» мне показалось, что это веселое введение в финансовые рынки. Может быть, отдам моему сыну для общего развития. Может быть, что-то для себя я найду. Но вряд ли. Мне просто очень понравилось название. Да, в жизни всем необходимы три предмета. Любому японцу он всю свою жизнь делит на три части. Любой процесс на три части. Даже стихи на три части. Также и здесь жизнь состоит из трех предметов. Бесполезного ноутбука, где я захожу на один сайт. Бесполезного телефона, которым я тоже пользуюсь теперь тремя функциями. Одна из которых – звонить. Одна – инстаграмчик. И одна – читать криминальные новости. И наушники. Так как они крепко держатся в ухе, у них можно слушать слезливую аудиокнижку во время велопробегов или во время марафона на лыжах. Также можно находиться на бесполезном зуме с каким-нибудь банком. Этот Довлатов уехал с одним чемоданом из России. Здесь написано так – с одним чемоданом уехал подарок Тане. Мне очень нравится это произведение. О том, что те вещи, которые важны, нужны в России, которые представляют себе ценности, здесь абсолютно абсурдны и нелепы. Я пытался написать о ненужных вещах и навыках для Форбс. И Форбс взял, но мне настолько не понравилась аморфная реакция публики. Публика нихера не понимает. Ну ничего, скоро поймёт, потому что все здесь будем. Это награда за дизайн ресторана или бара, за крутой имидж и дизайн самого ресторана или бара и название. Потому что мы всё сделали очень красиво, качественно, со вкусом, с глубинными смыслами, с размахом, со щедростью. Щедрость – это, ну, одна из, наверное, наших сексуально-притягательных черт. Ну, она такая официальная для официальных встреч. Да, официальная для официальных встреч. Посольство сходить. Какая-нибудь финансовая, серьёзная встреча. Ну, вот как рано. Да, ответы на все вопросы. Сразу. Смотрите. Каждый в душе сидвешется, а надели Осип Харцов. Это моя любимая. Да, в некоторые вещи стреляли. В Путина, естественно. Вот, это очень старый Симачёв, он уже выцелил. Это ещё и тогда сделано, мне кажется, в 2000-х каком-то. Не стёрпится и не слюбится. А вот почему вы для Датлера решили надеть вот эту красную? В древности на Руси это синоним красивым. Это моя панковская молодость. Был такой магазин в Аяши, он закрылся в 2005-е. Настоящий? Это за два года? Ну, ну. Орден Москвы на третьей степени. А, вот у меня есть старое кальто. Это посвящённое сном Жанны Хасановны Агузаровой. Это, кстати, самый первый ковид-гея-излучатель. Ещё аналоговый, ламповый. Господи. Вот, здесь моя любимая Жанна Хасановна и её сны. Но она имела отношение к созданию этого? Нет. Но она имела, но не знает об этом. Вам включить музыку из модного приговора? Оно пахнет великолепно. Оно пахнет такой маленькой жёлтой овечкой. Огромный краб. Это есть дизайнер, который очень нравится Татьяне. И эта вещь стоит на столе, когда гостей мало. Чтобы эта часть стола не пустовала, здесь находятся осьминог и краб. В этом крабе находятся ровно шесть советских подстаканников, купленных на Андреевском спуске. Я бы сказал, на Андреевском подъёме, конечно. Идея такая, идея смерть пустым местам. То есть, всё, то есть, вакуума не может быть. Вакуум всегда чем-то заполняется. Поэтому здесь постарались напомнить, наполнить всем, что мы когда-то где-то в путешествиях смотрели, находили, покупали, что-то дарили и так далее. Здесь цитата из Егора Летова про то, как я полечу над них над разчудесной стороной. Буду пух глотать, буду в землю нырять и на все вопросы отвечать всегда живой. Мне нужно подготовиться к пикнику, который будет в воскресенье. Для этого мне нужно кое-что подзамариновать. А у меня есть бэйби-рабата, самая маленькая рабата, которая есть на свете. Мы её в прошлый раз освоили, и на этой бэйби-рабате можно делать абсолютные чудеса. Вам показать бэйби-рабату? Вот это моя кухня. Пришло сегодня мясо из Японии. Мы его сейчас посмотрим. Ах, посмотрите, до чего он хорош. Это коби-вырезка. Их на данный момент в Лондоне, вот у нескольких поставщиков посмотрели, там пару кусков мяса всего было. Фредди Крюгер, бешеный мясник. Посмотрите, какая красота. Есть несколько вещей, на которые смотрят, может сказать, бесконечно. Алиса, посмотрите, какие прекрасные розовые креветочки здесь есть. Они как раз под цвет моей любимого цвета помады. Посмотрите. Очень красивая. Да, она очень красивая, она абсолютно, это в целом, это десерт, она сладкая. Как сны. Знаете, на что похоже на сережку вашу? Да, я очень люблю вот эту всю морскую тему, всякие эти. Это основа пикника, сегодня вечером, видимо, уже я это все подготовлю, замариную, разложу по коробочкам, чтобы быть как уже настоящий японец. Красота. А вот это что такое? Страшная сила. Почему у вас так успеть? Я даже столько, мне кажется, в жизни не увидела, да? Это после чистки, после того, как я выбросил физически около 10 килограмм. О, у меня есть трюфельный, есть трюфель. Да, нет. Да, да, сейчас я покажу. Сейчас же вот сезон пошел уже, дело-то пошло. Смотрите, какой. Очень большой. А сколько он хранится? Или вот сколько вы можете использовать? Хранение трюфеля подвержено второму закону термодинамики. Хранится он, чем дольше, тем больше запах уходит. Но он не портится, он остается. Он портится, он постепенно сохнет. Либо он гниет, если его сушить. То есть его надо как-то очень медленно сушить, менять. И из него постепенно выходит влага и выходит запах. То есть его нужно хранить, например, в каком-то количестве риса, завернутым, закупоренным и в холодильнике, чтобы ограничить энтропию. Вот. Если будет слишком мокро, он просто начнет ферментироваться и будет ужасным. Вот. Я его просто завернул в тряпочку, потому что жить ему осталось пару дней, и с ним за пару дней ничего не произойдет. Ну, по сути, открыли трюфельную суть второго закона термодинамики. Евгений, вы подписаны на канал Татлер на Ютубе? Конечно, да. Конечно, да. Конечно, да. Какой у вас нож красивый, Евгений. Спасибо большое. Не за что, Евгений. А вы можете подписаться на наш канал, нажав на кнопку вот в этом углу экрана. Нет. Вот в этом углу экрана. Да.